14 марта жители и гости нашего города проводили зиму. Масленичная неделя завершилась народными гуляниями. О том, как проходила всеми любимая масленица в сюжете Елизаветы Кабановой. Вот и подошла к концу масленичная неделя, завершившаяся большим народным праздником масленицей, любимой всеми поколениями от мала до велика. С крещения языческих славянских традиций Старой Руси и православия сплелись в яркие незабываемые народные гуляния с неизменным сажением на широкую масленицу ее чучела, символизирующие начало весеннего воскрешения природы. Неизменный атрибут яркого, веселого праздника, конечно же, блины. На самом деле, хороший праздник. Главное, правильно к нему подготовиться. Из-за пандемии в нашем округе давно не было народных гуляний. Поэтому они собрали на площади морадцей большое количество жителей и гостей окружной столицы. Кто-то приходил с семьями, кто-то вместе с друзьями. Были и те, кто пришел на весенний карнавал в одиночку. Но неизменным осталось то, что всех здесь окружала атмосфера веселья и радости. Ощущения легкости, позитива, хорошо, здорово. Я сначала вообще на Лужней России была, ну, девочки тоже. Потому что мы сюда приехали, сразу что-то начали друг друга искать. Сначала покатались в горки, потом все время смотрели на масленицу, все время хотели что-то купить. И все время каждый бегал, смотрел, чтобы сгорела ли она, сгорела. И, наконец, ее увидели. Не обошлось и без казусов. Из-за всеми любимой традиции сжигания чучела. Огненные лоскутки падали на близ стоящих людей. К примеру, Юрий Артеев надолго запомнит масленицу этого года. Много народу, все было прекрасно, до той поры, пока не загорелась масленица. В итоге полетели огненные остатки ее. И, собственно, вот сгорела здесь шапка, здесь куртка. Саму масленицу любят не только гости фестиваля, но и непосредственно люди, которые принимают участие в создании праздничной атмосферы. Девушки и парни в традиционных ненецких нарядах стали одним из главных украшений фестиваля. А местные жители старались сделать с ними совместную фотографию. Мне нравится масленица просто тем, что народ постоянно гуляет. Постоянно. Ну, это блины, это что еще? Хороводы, песни, пляски. Народные гуляния завершились сжиганием чучела. Старинный русский обряд означает прощание с зимой и символизирует начало новой жизни. В Древней Руси в этот день начинался Новый год. По преданию, весна вступает в свои права, как только сгорает последняя соломинка. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.